Следующая группа мышечная ткань У подавляющего большинства многоклеточных животных, за одним исключением, есть настоящая мышечная ткань Состоят они из мышечных клеток Давайте для начала разберемся с мышечной клеткой Что это за специальность такое? Ну, во-первых, у мышечных клеток такая вот эта форма И внутри больше половины массы состоит из сократимых духов Для тех, кто, опять же, хочет всяких умных слов, нахвататься актом Миозиновые пачки Актомиозиновые пачки И вот они вот так, только Ну, с молекулярным механизмом работы актомиозинов мы сейчас с вами разбираться не будем Это не наша тема Но если клетка получает нервный импульс И если у клетки достаточно топлива А универсальным внутри-клеточным топливом является такой вещь то, которое сокращенно называют АДФ Это универсальное топливо Вот если выполнены эти два условия Так, здесь нервный импульс И у клетки достаточно АДФ То происходит с актомиозиновой пачкой следующая история Вот представь себе бетонная стена Вот она Я взял к ней, перевезу в берегу И взялся вот за это ее конец Вот я встаю И держу веревку Значит, вдруг неожиданный веревку получил некоторый сигнал И стал сокращаться Причем с большой силой сокращаться с того Что она со мной будет делать? Она не подтягивать К стене будет Так вот, актомиозиновой пачки умеет с усилием сокращаться А вот удвиняться не умеет совсем Нет в природе процесса Химическая реакция Которая бы заставила вот эту веревку Вернуть свой размер Так? Значит В результате Ну, в каждой клетке Несколько тысяч актомиозиновых пачек Все они работают одновременно В результате Что с длинной норочной клетки произойдет? Если все эти пачки одновременно сократились Что с длинной? Длина увеличится? Меньше Длина уменьшится Кстати, в клетке мы обязательно диаметром возрастают Да? Хорошо А ведь из этого следует одна очень большая Врочеба неприятность Кто-то гадался какая Еще раз Клетки умеют только сокращаться Мышцы А вот удвиняться не умеют Прошу вас А в клетке Как распределить мышцы Чтобы она перестала сокращаться? Не, ну перестала сокращаться Это как раз просто Перестал присылать нервный импульс Так? И веревка перестала укорачиваться А вот это другое дело Как вы заставите гляниться? Смотрите, народ Мышцы у нас по идее должны быть одноразовыми При рождении Вы согнули вот так палец? И все И все И на всю жизнь Значит Кто знает, как отходится эта проблема? Прошу вас Мышцы парные Мышцы парные, совершенно верно Давайте посмотрим, как наш локтевоз старт строит Заранее прошу извинения На костях Рисовать очень сложно Соблюдая промоция А каждый раз Отбегать от костей Не, ну вроде похоже на Уже стало Так Хорошо Итак, ключевая кость Вот она Локтевая кость Вот она Кто понимает, как надо подвести мышцу Сокращение которой вызовет Приведение локтевого сустава Приведение называется вот это движение Уменьшение угла Прошу вас проходить Берите мелкую, подводите мышцу Если она будет сгибаться То рука будет Вы так решили, то есть так Значит Мелпатистик Внимание Все видели маршрут подведения? Нет Отойдите Вот там и остановитесь Вот предлагается маршрут По идее, возможно Но возникнет одна неприятность Когда мышца укорачивается Те, у кого уже есть геометрия Кратчайшее расстояние между двумя точками Это чего? Это прямая Раз Понимаете, в какой форму у вас рука стала? Понятно, что у вас карибулка натянула Значит, не оптимальное решение Давайте 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 Ага Вот сюда Так Ну и давай теперь Смотрим Итак, имеем точка 1 Вот она И точка 2 Вот она Вот теперь другое дело Теперь при сокращении этой мышцы Вот эта точка Может туда-то деться или нет? Нет В этом месте Скважили Это росло в кости А вот точка 1 Останется на месте Или переместиться? Нет Ребята, это же сустав Сустав может поворачиваться? Да Суставы не могут поворачиваться? Это важно Знаете Вот что произойдет И кисть ваша оказалась вот здесь Почему? А потому что вот куда уехала Вот эта точка Смотрите Всего чуть-чуть приподняли А кисть переместилась очень сильно Внимание Поднимайте руки, молодежные У кого по физике уже были рычаги А теперь давайте прикинем Какое усилие должна отразить эта мышца Кстати Неподвижная точка крепления мышцы Называется головкой По латыни цепос У этой мышцы не одна головка А сколько, смотрите Две Бицепос Привычное для вас название Какое? Бицепос Двухглавая мышца плеча Да? Хорошо Человек собирается поднять 10 килограмм За счет вот этого движения Как по-вашему? Какое усилие для этого должен разбирать бицепос? Кто понимает, как численно решается задачка? Поднимайте руки Потому что задачка имеет численно решение Это Вот точка приложения массы гири 10 килограмм Вот точка крепления мышц Вопрос Какое усилие должен развить бицепс Для того, чтобы человек поднял За счет бицепса 10 килограмм Соотношение длина Соотношение длина чего? Устало Это очень важно Это называется плечи рычага Так Значит Вот точка вращения Вот одно плечо А вот другое плечо Вот это точка приложения силы направленной вверх А это точка приложения силы направленной вниз Ну скажите Во сколько раз Больше А плечо больше? Считаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Надо же я угадал Значит на самом деле Семь с половиной Но это не существенно Какого усилия бицепс развить должен? Семь с пять килограмм Семь с половиной раз больше Чем тот груз, который мы поднимаем Наши мышцы в реальности Развивают очень большую силу Но переместить они могут кости на очень небольшое расстояние Поэтому кости работают как рычаги Проигрывающие в силе, но зато очень сильно выигрывающие В расстоянии, в амплитуде С мышечной камеры с вами договорились